Салют, друзья! Давно не встречались, за что извиняюсь и уже в который раз, но тем не менее, сегодня я хотел бы поговорить с вами о будущем Человека-паука в киновселенной Марвел, а конкретно о его втором сольном фильме, который появится на экранах летом 2019-го. А если быть еще конкретней, то сегодня я хочу затронуть тему будущего антагониста для сиквела. Как мне кажется, это довольно-таки большой и интересный пласт для обсуждений и предложений. В этом видео я расскажу о том, каких персонажей на роль главгада видят Том Холланд и Джон Уоттс, и сам поразмышляю, о какой злодей лучше всего подошел бы для сиквела-паука, который, внимание, начнется с той сцены, на которой закончатся четвертые Мстители. Но до четвертых Мстителей и до начала основной части этого видео я хочу напомнить о том, что у нас есть новостная группа ВКонтакте, где ежедневно публикуется самая свежая информация о грядущих фильмах с участием Человека-паука. Обязательно загляните, ссылка в описании. Ну а теперь о злодеях. Итак, давайте быстренько пройдемся по тому, какие там планы и идеи у Холланда и Уотса, а потом уже сами пообсуждаем. Итак, Джон Уоттс, режиссер Возвращения домой и, вероятнее всего, и следующего Человека-паука тоже, поведал журналистам, что Морбиус мог бы оказаться весьма неплохим злодеем для сиквела. Вот что он сказал. Морбиус довольно крутой. Хотя он и мрачный персонаж, но мне нравится идея появления вампиров во вселенной Марвел. Возможно, нам удастся показать Блэйда. Было бы супер. Также он дал пару комментариев о Хамелеоне. Он тоже отличный. Вот только актуальны ли его способности сегодня? Похоже, нам придется придумать способ, чтобы сделать его немного круче. Но, как персонаж, он замечательный. Один из самых ранних врагов Человека-паука. Конец цитаты. Что касается Тома Холланда, то он пока что не давал никаких своих комментариев по поводу злодея в следующем фильме. Но он не раз говорил, что мечтает сразиться с Доктором Осеминогом одним прекрасным днем. Что это лучший враг Спайди и показать его в кино будет очень здорово. Я мечтал об этом. Что же, ну а теперь давайте обсуждать. Но начать я хочу с одной своей фразы, которую я уже сказал в этом видео. Человек-паук 2 начнется на том же месте, на котором закончатся четвертые Мстители. Это подтвердил сам Кевин Файги. И вот представьте такую ситуацию. Ты, 16-летний подросток, который в железном суперкостюме сражался против огромного инопланетянина, способного уничтожить тебя в одну секунду, допустит и хоть малейшую ошибку. А сражался ты с ним вместе с говорящим енотом, деревом, двумя богами и другим огромным зеленым монстром. И в итоге ты спас целую планету. Понятно, что не в одиночку, но ты сделал это. И теперь, внимание, вопрос. Какой злодей из мира скубидушных врагов Спайди сможет как-либо его испугать и стать для него настоящим вызовом? Вот уж действительно вопрос. Конечно, понятно, что решающей роли у Паука в Войне Бесконечности не будет. И в обоих фильмах его появление ограничится лишь двумя эпичными схватками и все сведется к тому, как было в противостоянии. Но в противовес этому идет уже давно всеми подтвержденная истина, что после Мстителей 3 и 4 Паук займет место Тони Старка и станет главным героем киновселенной. А соответственно, мы должны будем лицезреть сцену эдакого перехода лидерства от одного героя к другому в финале четвертых Мстителей. И лично я более чем уверен, что Паркер застанет гибель Железного Человека. По-другому, ну просто нельзя. Друзья, вообще эти размышления о финале Мстителей, финале истории Старка и месте Питера в Войне Бесконечности заслуживают отдельного ролика. А у нас все-таки разговор о врагах для Паука. И веду-то я к тому, что Мстители в любом случае сильно закалят Питера. И если второй Паук будет стартовать с финала Войны Бесконечности, то очевидно, что злодеи и проблемы Паркера будут сильно связаны с тем, что произойдет во Мстителях. И как мне кажется, главным гадом второго Паука будет никто иной, как Мистерио. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте объясню, почему не кто-то другой. Во-первых, почему уж точно не Морбиус? На это есть сразу две причины. Первое, коммерческое, заключается в том, что наш вампир враг не то что второго дивизиона противника в Спайде, а он вообще находится где-то на отшибе по уровню своей популярности. Кроме пары комиксов и мульта 90-х, я ни за что не скажу, где еще за эти 20 лет появлялся этот вампир. Ну а вторая причина это то, что история этого героя весьма драматична, мрачна и очень личной. Она по тону не может идти за двумя частями эпичнейших картин о Мстителях. Мне вообще кажется, что Морбиусу доступ в большие массовые кинокомиксы закрыт. Ну, по крайней мере, до того момента, пока Марвел не решатся на эксперимент. Или же только надеются на появление в сериалах на Нетфликсе. С Хамелеоном, с коммерческой точки зрения, опять та же беда. Не особо высокая популярность. Хотя, даже без нее, с ним дела обстоят еще хуже. Я надеюсь, что не открою для вас секрета, если скажу, что Марвел с продажей игрушек и прочего мерчендайза по фильмам получают не просто столько же, а раза в два больше денег. Им попросту не выгоден такой главный злодей, который только и способен что менять облики. Он не запомнится детям, ведь с ним крутых экшн-сцен не сделаешь. Увы, но игрушки и прочий мерчендайз в фильмах по комиксам часто являются решающими для создателей выборе того, каких героев пихнуть в кино. Но Доктор Осьминог не появится в сиквеле в качестве главгада по причине, которую озвучивали еще года полтора назад, когда готовили съемки Возвращения домой. В новых фильмах о Человеке-пауке будут использоваться только те злодеи, которые до этого на большом экране никак не фигурировали. Однако, как мне кажется, Марвел все-таки уже пора начать наполнять киновселенную персонажами Мира Паука. Ну там, компания Иоскорб и ее лидером Норманом Осборном, Отто Октавиусом, Доктором Коннорсом и другими знаковыми персонажами. Любому пугало нужное имя. Теперь, когда мы разобрались с претендентами от Тома и Джона Уотса, я хочу перейти к троице персонажей, в которые один герой 100% станет злодеем в сиквеле. Это, кстати, было довольно несложно, а просто вспомнить всех более-менее популярных врагов Спайди, которых еще в кино не показывали. Их осталось-то всего-то трое. Крэйвен Охотник, Скорпион и Мистерио. И я свою ставку делаю на последнего. Но объясняя, почему именно он, я хочу пойти от противного. А почему не те двое? И уж особенно, почему не Скорпион? Ведь его уже и в Возвращении домой показали, и в сцене после титров намек дали. Однако, на мой взгляд, сразиться с Маком Гарганом Питеру предстоит явно не в следующей части. Скорпиона представили в виде обычной шантропы, которой Паук помешал совершить преступление. И в отличие от того же Стервятника, за Гарганом второго дна не чувствуется. Да, вот это скилл делать выводы касательно персонажей, чье экранное время не составило даже минуты. Но, блин, как бы вам это объяснить? Лично у меня есть сильное предчувствие того, что здешний Гарган это самый настоящий злодей второго плана. И даже когда придет время нарядиться в костюм Скорпиона, он все равно окажется на второй роли, как то было Шокером или Носорогом. Но вот кому можно было смело отдать первую партию, так это, конечно, Крейвену. Многогранный герой с миллиардом тараканов у себя в голове, которого на экране можно показать и впоследствии развить миллионами разных способов. Однако здесь еще рано выводить его на сцену. И да, может кто-то из вас уже догадывается, что я сильно хочу что-нибудь сказнуть про последнюю охоту Крейвена. После этого комикса Крейвен уже не выглядит героем из отряда Скубиду, а потому для него нужен и более взрослый, и серьезный Паркер, чтобы история была под стать. Пока что рано. Ладно, ладно, желаю удачи. А вот Мистерио для сиквела идеален по всем параметрам. Начнем с его способностей. Я тут несколько раз видео напирал на то, что у Паркера от Войны Бесконечности останется немалый осадок, скорее всего отрицательный. И именно Мистерио при помощи своих иллюзий, газов и прочего сможет стать не просто очередной безликой куклой для битья, а тем врагом, кто залезет в подсознание к пауку и будет для него проблемой и на психологическом уровне. Да и что касается стороны его технических умений, нам смогут показать довольно занимательный и интересный экшен, где можно экспериментировать со сменой локаций и обстановкой. А там, где злодей будет запоминаться в экшене, будут и большие продажи соответствующей продукции. Поэтому с маркетинговой точки зрения опять победа. Но так как мы с вами не продюсеры Диснея, для нас это не главное. Для нас важнее то, что Квентин Бэк сможет воздействовать на паука на уровне чувств, эмоций и воспоминаний, а не только на уровне тупого мордобоя. А это дорогого стоит. К тому же, если вернуться к формуле Файги, что паук с каждым фильмом взрослеет и вместе с ним взрослеют и трудности, встающие у него на пути, то Мистерио как раз подходит для второго серьезного противника в жизни, особенно после встречи с Таносом. Поэтому лично я ставлю на него. Что же, ну а перед тем как закончить, я хочу порекомендовать вам один развлекательный канал на ютюбе. Называется он Потрачено, и там еженедельно выходят видео, где обычные люди всячески лажают, тупят и вытворяют такое, что иногда становится тревожно за их жизни. Гору необычных ситуаций и смешных моментов вы сможете найти на канале этих ребят. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok